И Господь использовал меня, чтобы выступать по всему миру. Я верю, что это уже пятнадцатая страна, в которой я был. Да, praise God. Кто из вас знает, что Бог использует трудности, с которыми мы встречаемся в своей жизни, чтобы приготовить нас к будущему. Те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, они не так просто. И тому, кому много дано, с того много спросится. Большие проблемы, которые у меня были в моей жизни, Господь использовал для того, чтобы подготовить меня для серьезных сражений. И это сражение состоит в том, чтобы выступать против начальств и властей того, что называется гомосексуализм. И вам необходимо понять, что это является главным врагом нашего времени. Это гомосексуализм, это не просто грех, похожий на все другие. Библия показывает нам, что гомосексуализм собой представляет всю полноту греха. Это уже самая крайность тех грехов, которые может совершить человек. И поэтому, прежде всего, я хочу с вами просмотреть то, что Библия говорит по этому вопросу. Кто-нибудь, пожалуйста, подайте мне сигнал, когда 10 минут пройдет. И не забудьте подать это знать, потому что если вы пропустите этот момент, то вы до вечера здесь останетесь. Мне нужно очень много вам сказать. Мы сейчас противостоим очень мощной силе, которая направлена против церкви. И я сделаю обзор тех мест Писания, которые говорят об этой проблеме. Каждый из этих стихов, каждый из этих мест Писания требует отдельной проповеди на эту тему. Но у меня даже времени не будет, чтобы прочитать все эти стихи. И поэтому я прошу вас записывать внимательно те места Писания, на которые мы будем ссылаться. Чтобы позже вы могли сами их просмотреть, потому что это очень важно, знать эти места Писания. Несколько лет назад я с одним иудейским раввином работал над одним очень важным проектом. Его звали Сэмюэл Дрэзнер. Сэмюэл Дрэзнер написал много книг. Очень известный и влиятельный человек. Он умирал от рака. И свою последнюю книгу он так и не закончил. Книга называлась «Суд против гомосексуализма. Взгляд и еврея». Так как он уже был очень слаб от своей болезни и не мог сам завершить эту книгу, он попросил меня, чтобы я помог ему. И я научился от этого человека очень важным истинам. И как раз это подводит нас к первому месту Писания в нашем списке. Книга Бытие, шестая глава, пятый стих. Когда Бог потопил землю. Еврейская традиция учит тому, что самым финальным беззаконием людей того времени было то, что они стали пропагандировать гомосексуальные браки. И что сын Ноя, Хам, участвовал в этих гомосексуальных связях. После потопа, когда уже вода сошла, когда открылся ковчег, и Ноя и его сыновья вышли на сушу, произошел такой инцидент, когда Хам открыл наготу своего отца. Открыть наготу, это не просто увидеть человека без одежды. В еврейском языке вот эта фраза, открыть наготу, означает сексуальная связь. И поэтому Хам совершил гомосексуальный акт со своим отцом. Именно по этой причине он был пропаганд. И его имя было изменено, его стали назвать Ханаан. И братья и отец выгнали его. Об этом говорится в книге Бытие, 9 глава.